А существенно не важно, а существенно не важно, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, и существенно не важно, доктор Волощук СД, СД, СД. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки и рок-поэзии. В сегодняшнем, седьмом по счету выпуске рок-поэзии, я, как и обещал в прошлый раз, зачитаю те свои мысли, которые посещали меня на прошлой неделе, и которые мне удалось зарифмовать. Это опять все та же сборная солянка размышлений о чем угодно, о тех явлениях и проблемах, что вторгаются в нашу жизнь помимо нашей воли и влияют на нее, даже если мы о них не задумываемся. Меня вот заинтересовал выпуск Бесогона Никиты Михалкова, у кого в кармане государство, и выпуск, последовавший за ним, в которых Никита Сергеевич аргументированно поведал всем нам, что тайное и мудрое всемирное правительство собирается всех нас чипировать и превратить в послушное стадо путем вакцинации от различных пандемий. Но меня это только заинтересовало. А вот в Европе, в той же Польше, так там протесты населения начались против такой перспективы. Поэтому я аж целых два стихотворения сочинил на эту тему. Просто с разных сторон посмотрел на эту перспективу. Первое стихотворение называется «Что лучше?» Что лучше? Я уже не понимаю. Осознавать, что происходит в мире, или послать всех, моя хата с краю, и дефилировать от кухни до сортира. Что лучше? Между тьмою быть и светом, жить на земле в большом реальном мире, или исчезнуть на просторах интернета, и быть там гением, самцом и дебоширом? Я риторический вопрос себе рисую, так как я знаю наперед ваши ответы. Если ты в соцсетях не существуешь, то ты не существуешь и на свете. Вот это-то и заставляет меня думать, что происходит. Ведь за все же мы в ответе. Мне не помогут ни схоластика, ни юмор, когда вопросы задавать начнут мне дети. Что же вы, папа, в свое время натворили? Теперь не знаем мы, что там в реальном мире. Как вы чипирование это допустили? Теперь одни у нас на всех ориентиры. Теперь мы четко, по команде, как собаки, без дрессировки и условного рефлекса. Все выполняем, что прикажут вурдалаки, что инъектировали нас против инфекций. Я понимаю, что такие рассуждения и бесполезны, и наивны, и смешны. Но почему-то думаю об этом, узнав про чипизацию с земли. Второе стихотворение. Близкое по смыслу, но не такое серьезное. Одно из четверостишей, которого я зачитывал в субботу моим уважаемым подписчикам в посте «Урок вдохновения». Называется оно «Мы скоро можем не иметь имен». Мы скоро можем не иметь имен, ведь наши лица уже прячутся за никами, и каждый будет в файлы помещен, и разговаривать мы будем только шифрами. Реальный мир нам будет незнаком. Мы будем жить в прекрасном интернете. Уже сейчас, кто в соцсетях не размещен, как будто не живет на этом свете. Осталось пронумеровать всех нас, всех поголовно, население всей планеты. Тогда не нужно будет фото ни в анфас, ни в профиль, отпечатки до анкеты. И будет мир, и май, и радость на земле, но по команде, что дадут нам сверху. И мы пойдем в очередное дефиле, в светлое будущее, в эру милосердия. Осталось только всех прочиповать путем введения инъекций в наши вены. Придумать надо только препарат, что нам браслеты на ногах заменит. Здесь вижу выгоду со всех сторон. Во-первых, экономим на браслетах. А во-вторых, не нужен миллион погон. Здесь тоже экономия бюджета. Не нужно будет вырабатывать рефлекс. Команду дал, и все пошли налево. А так, кто под рова, кто просто в лес. А кто-то и на митинг, шибко смелый. Другую дал, запели песню все. Одну и ту же, никакого разнобоя. А так, то рэп, то хэви метал, то еще новый хард-рок, как пережиток рок-н-ролла. И главное, удобно нас искать, как окольцованных браслетом подсудимых. Вот лишь тогда наступит тишь и благодать. И будем мы тогда непобедимы. Перехожу к другой теме. Меня часто обзывают в интернете дедом, пенсионером, отсталым, клоуном, шутом, фриком, кринджем и еще много-много других названий. Настойчиво советуют бросить сочинять стихи и музыку, прекратить играть свой новый хард-рок, спрятаться под лавку, сидеть там тихо и слушать наше радио, где крутят всяких хэви метал попса-шансонщиков. Ну или слушать западных рок-музыкантов. И осознавать, какие же мы русские бездарные чмошники. Учат меня, как играть рок-н-ролл. Рассказывают мне, что такое рок-музыка. Это при том, что я первым в музыкальной литературе дал теоретическое определение рок-музыки с указанием точных критериев рока. Не в русской литературе, а вообще в музыкальной литературе. Пытаются обвинить меня в алчности, как будто я у них кусок хлеба отнял. Или отнимаю. Вот один из примеров подобных высказываний. Это, кстати, пишет профессиональный музыкант. Более того, это преподаватель музыки. То есть творческий интеллигент из Тюмени. Дословно. Когда ваши сверстники делали рок, вы делали деньги. Сейчас пытаетесь компенсировать, но уже поздно. Люди на это жизнь убивали в свое время. А вот другой интеллигент, но уже питерский, который для начала оскорбил русских патриотов, поддержавших мое стихотворение про бессмертный полк на 9 мая. А затем уже от души пооскорблял и меня. Приведу пару цитат из его комментариев. Пишет. Расскажите, дорогой артист. Дорогой артист взято в кавычки. Что для вас патриотизм? И далее. Вы хапуга и в рай. Вы используете какой-то вшивый метод добиться внимания к себе на старости лет. Вы не артист, а клоун, у которого мания величия. Вот сочиняю музыку и стихи, ни у кого не прошу денег, ни у кого ничего не отнимаю, никого не трогаю, никого не заставляю слушать свое творчество. Но ни с того ни с сего получаю кучу оскорблений. Но почему людям так важно навязать свое мнение другим? Не знаете? Зашел к последнему комментатору на аккаунт. Поинтересовался, что это за чудо. Оказался обычным примитивным человекоподобным существом. Восхищающимся сопливой сентиментальной музыкой. И бессмысленным, но очень возвышенным словесным блудом. Но вот что заставляет подобных любителей высокого дворового искусства изливать свою желчь. Я, конечно, догадываюсь, у какой категории людей и почему мое творчество вызывает такую реакцию. Но хочу, чтобы на эту тему высказались вы, мои уважаемые подписчики. Я же решил ответить подобным комментаторам стихотворением, которое называется «Мне в интернете пишут судьи, что поздно, мол, проснулся я. Пока жизнь убивали люди, я делал деньги для себя. Люди здоровье подрывали, на рок-концертах струны рвя. Я же только пахал, как лошадь, меняя жизнь вокруг себя. Поэтому я не имею права играть ни блюз, ни рок-н-ролл. Должен сидеть под лавкой тихо, чтобы не был слышен голос мой. Но мне сдаются эти вопли. Я слышу лишь от тех людей, что все проспали в своей жизни, только проспали с буквой «Р». Каждый из них когда-то думал, что времени еще в вагон, что еще можно порезвиться, поповышать тестостерон. А на заводах и на стройках пускай и шачат дураки. Они же будут развлекаться, для них работать не с руки. Им песни петь на рок-пирушках, думать про русский рок-н-ролл, косить от армии в психушках, стебать безмозглых дураков. Но ничего не изменилось. С советских тех застойных лет все так же думают мальчишки, да и девчонки им в ответ. И даже взрослые ребята, которым лет по пятьдесят. Про понедельник помнят свято. Там снова жизнь можно начать. И как пример есть персонажи, как тот же Волощук СД, решивший с пенсионным стажем стать рок-звездой в нашей стране. Да и Сервантес Дон Кихотов пятьдесят семь лишь написал. Поэтому гуляй, басота, времени точно еще вал. Все это так. Но здесь ребята несколько фактов не учли. Что Волощук всю жизнь работал, доктора степень защитил. С нуля создал успешный бизнес, сотни создал рабочих мест. И цели он умеет ставить, и восходить на Эверест. И вот еще он научился верить в себя, причем всегда. Поэтому, друзья, посмотрим, будет ли из него звезда. А в продолжении этого стихотворения я зачитаю еще одно, в котором обращаюсь ко всем, кто осуждает людей, обладающих властью и богатством, показывая тем самым, что им очень хочется быть такими же, но не понимающих, какую ответственность эти люди взвалили на себя. Стихотворение называется «Готов, кто судит». Готов, кто судит, взять на себя смелость, богатым стать и властью обладать. Есть смелость, подтверждающая зрелость, а есть смелость от незрелости ума. Если мечта стать властным и богатым, пойми, какая смелость у тебя. Ведь эти люди перед небом отвечают и в том числе за нас, как за себя. Сгореть в огне непризнанных стараний, в огне ответственности, в принципе, за все. Такой судьбы себе я не желаю, но тем виднее, кто не пробовал еще. Считаю, мы судить людей не вправе, что взяли на себя тяжелый груз. А благо, чем толпа их попрекает, им безразличны, если это честный труд. Ну и под конец еще одно стихотворение для тех, кто мечтает стать не только богатым, но и знаменитым. Кто мечтает о том, чтобы его имя восхваляли и воспевали люди. На мой взгляд, для этого не обязательно быть олигархом, министром или поп-звездой. Жизнь показывает, что этого добиваются все люди, которые честно делают свое дело и становятся в этом деле лучшими, даже не думая о славе и богатстве. Память о таких людях живет и после их смерти. Стихотворение называется «Как заслужить большую букву?» Как заслужить большую букву в обычном имени своем? Какие совершать поступки, чтобы прочесть ее живьем? Или хотя бы после смерти, чтобы кто-то тихо шапку снял у камня, где судьбой начертан размер твоих инициалов? Стремление к славе и богатству «Поможет это?» – не скажу. У денег нет рекомендаций и ни в раю, и ни в аду. Букву присваивает дело, которому ты отдал жизнь. Каким был смелым и умелым, такую букву заслужил. На сегодня все. Прощаюсь с вами до следующего выпуска, в котором опять в стихах расскажу о тех впечатлениях, которые произведет на меня наша жизнь за это время. И если вам это интересно, то не забудьте подписаться на наш канал, кто этого еще не сделал. До свидания, друзья! А я пошел писать стихи, петь рок-н-роллы и наслаждаться жизнью. О существенном и важно! О существенном и важно! Позабыв о суете, доктор Волощук СД! С вами говорит стихами, и существенном и важно! Доктор Волощук СД! СД! СД!